Девушки отдыхают Да по сюжету больше нечего, и все, чем мы тут занимались на протяжении последних пары серий, это уже чистое расследование секрета, причем самого сложного секрета в игре, до которого самому допереть будет крайне сложно. Это мне расписали товарищи, поэтому сегодня мы время от времени будем посматривать на их подсказки. Но этот суд тут сам уже достаточно неплохо разобрался, давайте я покажу вам, до чего допер я сам. Для начала, раз уж мы собираемся идти в какой-то подземной катакомбы, где там эти насекомые ползают, это повторюсь, это совершенно не обязательно, то есть игру можно пройти и без этого. Тут у нас стоит пульверизатор, то есть для разбрызгивания. Сейчас мы будем химичить. Насколько мы помним, нам нужен спирт, масло и воду. Так. Где моя мышка? Что-то я, блин, курсор мышки втерял. Так, алкоголь видим, да? Вот алкоголь. Вода у нас, по-моему, вот. Да, это вода. Набираем также сюда воду. И масло. Я только что это проделал, потом загрузился, чтобы вам показать. У меня получилось, в общем, все. Так, с этим готово. Теперь нам нужно специи набрать и растолочь их. В первой мы набираем... Насколько я помню, так, берем ступку, во-первых. Набираем яснотку. Базилик. И астру, по-моему, да? Там было написано. Да, вроде астра. Закрываем. И с нижней полки берем герань и что-то там еще. Сейчас увидим. Ой, подожди. Сначала нужно сюда. Так. Герань и рута. Она тут, в принципе, ничего больше нет на этой полке. Вот такой вот у нас достаточно сложный рецепт. Это ладно, это фигня. Теперь мы должны это скомбинировать. Так, у меня опять курсор. У меня что-то курсор в этой серии временами попадает. Берем вот эту нашу взвесь и вот эту смесь. И комбинируем их. И теперь у нас появилось своеобразное противоядие, помогающее нам, если что, насколько я понимаю, от этих насекомых, которые кусаются, судя по записям, если вы помните. То есть мы можем вот так взять его в руки и так пшшш, 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 прям дихлофос. Дальше. Это все ерунда. Убери пока. Что еще тут есть? То есть помните, мы нашли вот эту ручку. Она нужна, догадайтесь, для чего. Чтобы открыть вот тут. Так, это мы убираем. То есть я вот сейчас даже, я знаю, где оно, я не могу это найти. Но где-то в этом углу, в столешнице, есть тайник. Ну-ка. Повсюду грязные следы, ну и помойка. И вот и попробуй найди, если не знаешь, что тут делать. Хм. Поскольку вокруг стола полно следов, стоит посмотреть, что там. Здесь у нас тайник. Пробуем открыть. Конечно же заперто. Но что же это такое? Тут запирающий механизм. Отлично. Вставляем найденную нами хрень. Поворачиваем. Находим ключ. Все, это все, до чего я допер сам. А, нет, не все. Этот ключ надо показать, куда он. То есть мы вот тут, нам очень понравилось вот это вот. Непонятная выемка. Но сюда нужен был ключ. Берем ключ, который я нашел в секретном отделении стола. И вставляем его. И впадаем в ужас. Нормально, да? Понятное дело, что это все нужно подобрать. И понятное дело, что тут даже мой хваленый рандом, которым я обычно занимаюсь, не поможет. Такую комбинацию просто так не подобрать. И вот сейчас вот мы будем уже... Я буду зачитывать советы, которые мне прислал один из товарищей. Так... Теперь вам необходимо найти все 16 магических символов. Так, давайте сохранимся. Которые нанесены люминесцентным составом. Выходите во двор, прикиньте. В снегу лежат камни. Это и есть предметы, на которых нарисованы символы. Сфотографируйте все камни. Так вот, значит, для чего мы автопарад покупали. Так, ну давайте, я не знаю, фонарик. Доставим фонарик. Sure. И будем искать. Это что? Я, честно говоря, когда ходил по этому дворику, вообще никаких камней не видел. Но им, я думаю, виднее. Разговорят, что есть камни, значит, есть. Так, какие нафиг камни? Давайте поищем. Наверное, один из камней, упомянутый в книге. Попробуем сфотографировать. Так, ну как тебя фотографируют-то? Хорош. Что-то проявилось. Так, ну ладно. Допустим. Символ надо запомнить, я так понимаю. Так, еще. Хорошо. Ну попробуй, да? Придай этого, да? Хе-хе-хе. Второй готов. Так. Их тут четыре вроде как, насколько я знаю. Третий готов. Четвертый у нас... А вот четвертый. Понятно. Так, сфотографируйте все камни. Достаньте из инвентаря компас. И еще раз пройдите мимо камней, нажимая на каждый из них. Говард отметит четыре камня по сторонам света. Он будет опознавать камни, только держа в руке компас. Понятно. Так, достаем компас. Нажимаем. Наверное, это один из тех камней. Ну ладно, пока что он меня ничего не опознал. На южной стороне здания. Но он далеко не все камни, да, отмечает? Так, ну вот камень на южной стороне здания. Или это просто камни от балды? А нужно найти именно такие? Да нет. Вот он же светится. Так, у меня ощущение, что я просто что-то не доделал. Тут этих камней, оказывается, дофига. Давайте по-новому все фотографировать. Так. Так. Все камни светятся, самое главное. Так, ладно, идем дальше. Аккуратно, внимательно. Просматриваю. Ищем все камешки. Так. Я говорю, четыре камня. Ага. Четыре, как же. Верю, верю. Сам болтун. Так. Так. Так, хорошо. Так. Так. Дофига камней-то, как оказалось. Я же не думал, что каждый камешек прямо нужен. Так. Ну, теперь я понимаю, что тут уже можно просто найти именно те камни, которые нам нужны. Блин, эти звуки меня просто вымораживают. Так. Ну, ладно. Допустим. Че? Довольны? Хорошо. Так. Теперь. Теперь давайте ощупывать эти камни. Это не тот камень. Вот это, я думаю, верный камень. Нет. Ты у нас что? Восточный. Отлично. Нашли восточный. Там у нас южный. Идем. Вот этот вот. Этот южный. Следуя по логике, где-то вот здесь должен быть северный. Ой, ну то есть, да, западный. Западный. Это и северный, да? Хорошо. Так, что это нам дает? Рассмотрите склеенный рисунок. От черного камня. Запад, согласно подсказке из дневника на чердаке, идет черная линия против часовой стрелки. Через три камня линия меняет... Ёлки-палки, направление. Очевидно, это какая-то важная точка. Всего таких ломаных линий семь, как и колесиков. Понятно. Так, короче говоря, сейчас я тогда это все проделаю, потому что это, судя по всему, займет время. И за этим не так уж интересно наблюдать. Как все сделаем, так вернемся. Отлично. Короче, вот такая комбинация. Надеюсь, все запомнили, кому интересно. Ну и что? Тепереча мы можем спуститься вниз, как вы видите. Здесь, насколько я знаю, нас будут атаковать насекомые. Нужно будет время от времени побрызгивать пульверизатором. Дабы всякой ерунды с нами не происходило. Вообще интересно, да? У меня что-то уже большие подозрения, что это не секрет. Потому что так дофига пришлось всего сделать. Так, ну давай. Давайте сразу достанем, потому что я вон вижу, уже бяка летит какая-то. Так. Ох, сколько у вас тут. Ой, блин. Ненавижу насекомых. Какая пакость. Нет, 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 не надо. Что это вообще за помещение? Я надеюсь, это у нас смесь не кончится. Непонятная. Так, тут спуск еще ниже куда-то. Понятно. Давайте осмотримся. Блин, сколько тут дверей. Обалдеть. Заперто. Ладно. Нашим, возможно, легче. О-о-о-о. Ой, блин. Ну ладно, пойдем посмотрим. Здесь у нас какая-то... Микроскоп. Спасибо, Кэп. Фонарик. Только не тухни, пожалуйста. Что тут вообще дело? Тут же все в этих тварях. Если верить запискам, эти насекомые смертельно опасны. Я не прикоснусь к обложке, пока от них не избавлюсь. Правильно. Да, блин, вы же разлетелись уже. Да где еще-то кто? И с того, и с этого отогнать надо, что ли? Ох уж эти насекомые. Так, ну что у нас в итоге тут? Здесь у нас ничего вообще. Какие-то бутыли. Эй, подожди. Зачем ты убрал? Сейчас начнут кусать еще. Не хватало. Так, ну ладно. Тут, похоже, я больше ничего не найду. Давай тут посмотрим. А здесь у нас пустая металлическая капсула. Изнутри ее исходит мерзкий смрад. Отлично. Важная вещь. Что это такое? Старый цилиндр. Его использовали в специальном фонографе. Странно. Для чего он мне? Ладно, выходим. Блин, мурашки от этого места по коже. Ох, ненавижу насекомых. На самом деле, конечно, не так, чтобы их прям боюсь. Но здесь они настолько отвратительно поданы. Просто, ну посмотри, ну кругом эти твари. Так, ладно, уходим нафиг. Тут точно ничего больше. Вроде бы больше ничего. Так, ладно, пошли отсюда тогда. Что же нужно сюда? А, вот, смотри. Здесь у нас кот какой-то похожий. Понятно. Аху. Пусть пока так будет. Я уже более чем на 100% уверен, процентов так, на 150, что мы сюда пришли по сюжету. Не может быть такое место чисто секретом. Вы посмотрите на его проработку и вообще на количество деталей. Ну что ж тогда секрет там был. И, кстати говоря. Костюм, защищающий от насекомых. Давайте попробуем так. И тогда нам, возможно, не придется даже опрыскивать все. Так, чем же тебя открыть? Да блин. Ну, у нас вроде как вообще ничего такого нет, да? Личагом, может? Не думаю, что смогу этим. Понятно. Ладно, пока идем дальше. Осматриваемся. Что, не кусаете меня? О, какая пакость. Ты посмотри. Офигеть. Это место похоже на лабораторию алхимика. Все эти странные инструменты. Так, понятно. Нишка какая-то. Я здесь, конечно, как слом в посудной лавке. Все разбрасываю. Да ладно. Книга, похоже, в негодность пришла, да? Она сильно повреждена, совсем не читается. Ну, еще бы в таких-то условиях. Так, тут вроде ничего больше. Да не дышит так тяжело. Ой, блин, какая пакость. Земля. Только из-за всей этой пыли и ржавчины она больше похожа на Марс. Так, тадам. Кидай. Это что такое? Борщ? Не знаю, что это, но пахнет эта красная жижа. Отвратительно. Откуда ты знаешь, если ты в таком костюме? Похоже, вот что секретом было. Собственно, это костюм. А все остальное, это вполне по конве. То есть, по идее, тут нужно опрыскивать постоянно себя этим вот бензиновый электрогенератор. Отсюда в машину подается топливо. Значит, топливо надо найти, да? Я думаю, генератор подает электричество к машинам. Лучше не трогать, пока я не разберусь, что к чему. Хорошо. Что тут еще есть? Специальные цилиндры. Я таких раньше не видел. Думаю, им пользуюсь в начале 20 века. Мне нужен цилиндр. Ну, держи, раз так нужен. Так, где они? У меня целых два. Давай. Так, ну теперь нужно электричество, генератор нужно запустить, я так понимаю. Да, блин. Засунь обратно. Да, похоже на то, как подам электричество заработает, видимо. Похоже на большой генератор. Зачем он может быть нужен? На вид он очень старый. Это штука. Кажется, я видел похожую штуку в воспоминаниях об ЛО. Может быть, именно поэтому они хотели заполучить книгу. Я должен в этом разобраться. Я попрошу генера шифровать страницы, связанные с изображением этого предмета. Так, снова к генере нужно идти, да? Машинерия, конечно, тут офигеть какая. Кто-то в комментариях написал, что игра очень именно по стилистике. Напоминает ТИФ, то есть вора, третью часть. Стимпанк, все дела. Ну, здесь, конечно, не стимпанк. Просто обилие паровых механизмов. Но что-то похожее есть, соглашусь. Так, ладно, сейчас пойдем к Генре, только сначала осмотрим все. Пакостное, пакостное место. Я прямо представляю, такой хуешь, и тебе кажется, что по тебе эта хрень ползет себе. Ты такой ежишься. О-о-о. Так, подожди. Эм. Ну, ладно. То есть в костюме он не умеет, да? В костюме фонарик держать у него не получается. Ёлки! Значит, так. Как сказано в записке, его кусочек за кусочком пожрали эти насекомые. Какой ужасный конец. Тут я с тобой полностью согласен. Твари. Так, ну. Вроде бы все, что ли. Да, похоже на то. Ладно, уходим нафиг отсюда. Не увидел я тут ничего интересного. Возможно, в будущем сюда вернусь. Подожди. А, это факелы просто. Так, ну все, выходим пока отсюда. Ну, офигеть, какие хоромы под этим домиком небольшим. Это многое проясняет. История, похоже, опять возвращается к тому же, с чем мы имели дело в первой части. Эм... Господа. А, вот все. Я уже испугал, что я тут осталась. Короче говоря, опять эти культы непонятные, опять эти подземелья. Все по полной программе, как и было. Так, ну сейчас мы до Генри доберемся. Узнаем, он там перевел что-нибудь. Нам именно нужно главу перевести, в которой про машинерию говорилось. Потом, я думаю, сюда вернемся. Так, алло, игра. Ты что ж так долго думаешь? Хорошо. Тут все пока что без изменений, да? Так, убираем тебя. И, собственно, двигаемся. Жуткий дом, блин. Жуткий. Я сразу скажу, я с этими камнями не парился. То есть, у меня была готовая комбинация, которую нужно ввести туда. Поэтому я подумал, да нахрена? Это же настолько геморройно. То есть, облегчил себе жизнь. Потому что по этой вот карте, так, двигаться вокруг дома, вот по этим маршрутам, это не так прикольно, как кажется. Возможно, в будущем это как-то скажется на том, что, возможно, я что-то не доделал. Но, по-моему, я просто сэкономил свое и ваше время. Хорошо. Блин, ну, загрузки долгие, конечно, долгие. Офигеть просто какие. Как-то нужно запустить этот генератор, во-первых. Ну, нужно топливо найти, да, я думаю. Канистрочку. Так, где у нас тут? Вот здесь же, по-моему, Генри работает. Заброшенный такой город. Давай посмотрим, что ты нам скажешь. Интересно, там будет большой текст? Сейчас нет? Хотелось бы побольше. Мне нравятся местные тексты. Они такие напряженные все. Можете перевести для меня главу о говорящих машинах? Можете перевести для меня главу о говорящих машинах? Хорошо. Дайте мне немного времени. Ну, как обычно, да, то есть... Нужно выйти и зайти. Игра посчитает, что прошло достаточно времени. Давай. Блин, еще бы не проблема с оптимизацией. Ну, я уже сто раз говорил, что... Чему тут грузиться-то так долго? Говорящие машины. Что бы это могло значить? Это про тот патефон они, что ли, имели в виду? Или как его там... Как он назывался? Давай обратно. За последние 10 минут мы, наверное, половину времени в загрузках провели просто. При переходах от локации к локации. Меня это раздражает. Но, тем не менее... Кстати говоря, игра вообще короткая, говорят. Так что мы уже, наверное, где-то к половине добрались. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Потому что сюжет офигительный. Но при этом игра достаточно коряво сделана. Поэтому просто... Ну, вот такой факт. Игра наполовину уже пройдена, похоже. Как оно? Как оно? Все готово. Ну, отлично. Вот, пожалуйста. Глава о говорящих машинах. О машинах. Говорящие машины. Существуют механизмы, называемые в силу своего назначения говорящими машинами. Никто не знает, кто и когда их изобрел. Из трудов древних алхимиков и демонологов мы знаем, что их используют для вызова магических существ. А с помощью некоторых даже можно общаться с вызванными сущностями. Возможно, что некоторые культы организации сейчас владеют этими машинами. Есть два типа таких машин. Те, которые используют только для выражбы. Эти машины не позволяют магу покорить... Не позволяют магу говорить с вызываемой сущностью. Как мелко, блин, еще и с проблемами написано. При этом голос сущности может быть услышан и записан на цилиндр фонографа. Отлично. Некоторые мистики полагают, что эти машины только рукотворные копии машин, существовавших до потопа. Задолго до того, как на эту планету ступила нога человека. Эти машины существуют и сейчас. Их тайно используют представители некоторых культов. Для их работы нужны останки. Особый с улиц из праха тех, кого вы хотите вызвать с того света. Эти останки следует поместить в металлическую капсулу, скрытую в секретном отделении машин. Под крышкой этого отделения находится запирающий механизм. Чтобы добраться до самой капсулы, нужно ввести особый код. Затем, вернув капсулу в машину, настроить слайдер на маленьком устройстве, которое фильтрует и подавляет фоновый шум, чтобы стал слышен голос вызванной сущности. Включите устройство и попробуйте снизить шумы настолько, насколько можно. Остальное просто. Последнее, что нужно сделать, подключить к машине электричество. И она сама начнет работать. Электричество следует подключать только после того, как выполнены все предыдущие шаги. Иначе вас ждет неудача. Ну и второй тип. Изначальные машины. Изначальные машины. В основных – алхимических и демонологических трудах есть всего несколько упоминаний об этих древнейших машинах. Во всех них они описаны как дьявольские страшные устройства, связующие мага с преисподней. Немногие демонологи утверждали, что работали с ними, но никто не объяснил подробно, как они функционируют. Поэтому о них ничего, по сути, не известно. Пишут, что они черпают энергию из источника неизвестного человечеству Нет никаких свидетельств, что такие машины еще существуют Простите, если вы слышали посторонний шум Это я случайно задел микрофон Спасибо, Генри, ты мне помог Ну и на этом мы, я думаю, завершим эту серию Как видите, следующее нас ждет довольно интересное занятие Мы будем разбираться с этой непонятной машиной И я думаю, это будет достаточно любопытно Потому что мы будем разговаривать с какой-то сущностью В виде гномика, видимо Надеюсь, вам нравится так же, как и мне Потому что игра, несмотря на свою корявость и неторопливость По-моему, просто шикарная И просто доставляет мне неописуемое, непередаваемое ощущение Неописуемое удовольствие Надеюсь, вам тоже нравится Увидимся, нет, не завтра, в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего, пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok